Всем привет! Сегодня поговорим о Камбрильсе. Камбрильс это небольшой городок, расположенный чуть-чуть в сторону от Салоу, куда вы можете как дойти пешком по территории пляжа, так и доехать на общественном транспорте. Ну и собственно из Камбрильса можно и в Портавентуру попасть, и в Тарагону. Автобусы ходят постоянно. Камбрильс небольшой, ну чуть больше Салоу, 33 тысячи человек примерно постоянно проживает. Считается гастрономической столицей Каталонии. Потому что здесь расположено большое количество кафе и ресторанов. И плюс здесь есть два ресторана, которые отмечены льдой Мишлен. Это у нас от Камбрильса ключ, но его нет. По крайней мере его не было. Да? Вот, пусто. Украли. А еще в Камбрильсе порт находится большой. Ну сейчас увидите поподробнее. Здесь и утки, и кролик, и крысы. Это мост к Камбрильсу. То есть получается, вон, крыса. Гоня это за голубем. Это интересно, конечно. Вот тебе кролик. Вижу утку, крыльчонку. Крольчат не вижу. Нет, это крыса. Вторая крыса. Две крысы. Три крысы. Значит, здесь отходы какие-то, которыми они пытаются, вероятнее всего, да? Можем его нутрия. Но это нутрия только в твоем представлении. Это прям однозначная крыса. А с этой стороны уже море. Ну, в общем, как вы поняли, этот мост весьма примечательный тем, что здесь большое количество живности. Своеобразной, но она здесь есть. По факту Камбрильс это об отдыхе, о том, чтобы ездить на велосипедах, заниматься йогой, ходить на море, на спортплощадке или просто сидеть, дышать свежим воздухом и, ну, в общем-то, кафе в ресторане. Здесь большое количество вовлойных деревьев, и здесь расположено какие-то достопримечательности, большое дерево, которое считается там их защитой, подзащитой. Оно, короче, его защищают. Ну, нельзя с ним ничего делать с этим деревом. Он прям достопримечательность Камбрильса. Сейчас я его покажу чуть поближе, оно дальше находится. На одной из частей пляжа намыло травы и морской. Ну, похоже, здесь было... Волны были. А еще тут, видите, стоит такая развлекуха. Туда подплываешь, там, прыгать можно, кататься с них. Насчет плата-бесплаты не знаю. В столовой такие стояли, они были бесплатны. Здесь, судя по всему, они огорожены, так что, наверное, это плата туда-довозит. Вот это вот вся зона, это все Камбрильс. Дальше идут другие города, а вот где вы видите, вот эти все, плотная застройка, это Камбрильс. Центральная улица идет вдоль пляжа. Эта улица со временем становится пешеходной, то есть пока здесь ездят автобусы, машины, потом дальше она пешеходная. И там кафешки, кафешки, магазинчики, кафешки, все стандартно. Камбрильс ездит, вот, четвертая Бюстлана, она до Тарагона едет, и что-то едет 100% в Порт-Авентуру, я просто сейчас точно не знаю, скажем. Вот это крупное дерево. Ну, вы сами можете видеть, насколько оно большое. Конечно, красота. И множество людей. Сейчас прекрасная погода, правда, ожидается гроза, но все равно погода сейчас прекрасная. 8 часов вечера, 30 градусов, солнце не палит, вообще замечательно. Вот, собственно, зона основного времяпрепровождения отдыхающих. Это центр. Здесь порт. Слева. Там вдалеке, если видно, находится красный фар. О, господи, маяк. Вот. На нем все фотографируются. Туда можно дойти вдоль по пирсу. Вот. Здесь кафе. Здесь бешеное количество кафе. Морепродукты. На яхтах кафе есть, которые предоставляют вот самую свежую рыбу. Все вот это вот вылавливается. Оно тут же вылавливается буквально, и там через 2 часа уже на столе. А в сезон людей очень много, туристов много. Вне сезона, ну, то же самое, обычно, приморский тихий городок. приятненький, миленький, симпатичненький. Очень похож, кстати, на французские городки. Вот не на испанские, именно на французские. Это статуя. Здесь русалки, рыба и мальчик. Я не помню, это мемориал, по-моему, тем, кто... Да, это мемориал в 1911 году погибшим морякам. Вот. Он был поставлен в 2021 году. Он чуть-чуть, конечно, пооблез. Ну, то есть, вот вы видите, тут рыбки чуть-чуть облезли еще. но выглядит это очень неплохо. Вот такой вот он здесь красивенький. В самом центре, получается, вот находится вот этот мемориал. Полный вид его. Вот он, вот такой вот. Ну, правда, очень красивенько. Чуть дальше по пляжу расположена Тора-дель-Бор, то есть, портовая башня. Туда можно подняться. Смысла, чтобы я не вижу, но возможно. И если вы ходите на маяк, то вам нужно пройти чуть дальше, вдоль вот этой всей улицы и повернуть налево. Собственно, маяк открыт. То есть, вы... Ну, не сам маяк, а проход до него открыт, и вы можете туда дойти. Вот такой вид открывается с маяка. Безумно красиво и очень-очень тихо. Маяк не большой, но, собственно, действительно, приходят люди, просто отдыхают, фотографируются. Кругом куча кафешек, каньи везде. В общем, да, в плане этого Камбридж это чисто такой расслабон и отдых. Ну, естественно, для туристов. Местный все зон, здесь работают все в туризоне. Здесь нет никаких промышленных предприятий, ничего такого серьезного. То есть, они, в принципе, работают только на туризм. Теперь самую шлейку вы можете посмотреть, что здесь есть один детский аттракцион, то есть, каруселька, она, вне сезона она тоже стоит, она тут стационарная. Туда, значит, вот туда влево чуть-чуть Камбриджа, здесь парк, парк рыбаков, и весь Камбридж, жилой, он как бы дальше от моря, ну, как салон, то есть, он идет туда, вдаль, 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 там школа, там есть общественный транспорт, у них свой городской. Ну, туристы, это вот ближайшие 3-4 улицы и вот этот вот здесь райончик. Парк, это, собственно, детская площадка, кафе, общественные туалеты и прочее, прочее. Такая тихая зона, симпатичная, через которую мы пойдем, а корабль на ремонте, здесь большая детская площадка, корабль, но на ремонте. Дальше идет уже зона, ну, как бы города, получается, а если вы повернете вправо от парка, то вы пойдете в такую историческую зону, где старые домики, узкие улочки пешеходные и, собственно, куча магазинчиков и кафешек. Кстати, интересный факт, что во все рестораны, смотрите, очереди, люди стоят на улице, это значит, они ждут очередь, чтобы сесть в кафе. Вот это пешеходные зоны внутри, с забитой людьми, просто, ну, вот объективно, это адские толпы, но это и центр, сейчас время ужина, никто не хочет кушать у себя дома, соответственно, все здесь. где же в центре у них находится здесь, это санклер, церковь католическая, не знаю, сейчас она закрыта, вот, ну, в целом, там график работы есть все, как-то, если там интересно, и вот, все магазинчики выставляют на улицу свою продукцию, кафешки, все столики на улице, там внутри помещения, естественно, тоже есть, но предпочтительно, все-таки, в хорошую погоду на улице, и вот люди идут отдыхать. В целом, я даже не знаю, что сказать о Камбридсе, это обычный, небольшой приморский городок, который можно посетить, один раз сюда съездить или сходить прогуляться, посмотреть, побыть в ресторане, ну, кто-то его выбирает в качестве места для отдыха, в принципе, неплохо, почему нет? Хороший город, мне нравится, но, как бы, он обычный, он такой же, как Салоу, как для Пенеда, в принципе, сильно ничем не отличается, Салоу мне больше нравится, даже в том плане, что там Портавентуру пешком можно добраться, из Камбридса только доехать, а в целом, все то же самое, комфортный приморский городок. Камбридса. Камбридса. Камбридса.